всем большой привет и добро пожаловать на мой канал это наверное одно из моих будет самых самых натуральных видео то есть я особо ничего не буду устанавливать и просто покажу вам как я буду работать я решила поделиться с вами моим каким-то рабочим процессом я расскажу что я буду делать и в следующем видео наверное мы начнем уже непосредственно итак для тех кто не знает меня зовут юля и я векторный иллюстратор и с некоторых пор я решила заниматься таким волонтерским движением как чистый город то есть очищение разделение наверное мусора да то есть очищение города лесов в общем и целом планеты и какой-то агитации да мне я где-то вычитала это проповедники вот мне очень понравилась такая концепция это проповедники мне кажется это очень очень круто этим заниматься вот я на этом не зарабатываю ничего такого нету но мне очень очень хочется это делать вот и со мной сейчас произошла такая история что я не творческая работа да я занималась рисованием около четырех лет я не знаю и на данный момент меня в общем такое случилось что покинула моя творческая муза и я как-то мне не хочется рисовать именно знаете на продажу то есть именно когда под заказ под стоки так канал посвящен стокам там надо просто рисовать популярные тематики да не увлекаясь а как бы проектом к которому будет данная картинка то есть там очень так скажем так обезличена да то есть просто рисуете картинку и кто-то ее покупает и используют своем проекте вот на данный момент так как творческая муза меня покинула а рисовать без муза мне вообще не хочется я на данный момент немножко оставила стоковую деятельность и пошла на работу на обыкновенную работу а то есть я то есть так вот отступление да уже сколько не забуду четыре наверное не работаю на обыкновенной работе то есть я работаю дома в интернете во фрилансе и у меня действительно сложилась такая как бы вакуумная обстановка что я практически всегда сидела либо дома да либо ну где-то с компьютером то есть сама в себе сама в своих мыслях и скажем так отошла от мира что ли ну вот как то так да я думаю кто дизайнер тоже меня поймут что действительно работа компьютером затягивает и там целый мир то у меня была такая история и когда пошла на работу тут в общем недалеко от дома есть парк и там в общем не не суть важно но я решила в общем там практиковать ту же самую философию раздельный сбор мусора вот я не знаю насколько это будет актуально а насколько вообще это получится вот но пытка не пытка да в конце концов мы можем попробовать и что я хочу сделать я хочу нарисовать листовки для мини агитации да то есть я хочу повесить там каких-то видных местах ну где разрешат да если честно и вообще если разрешат или положить там где-нибудь да данные листовки чтобы и туристы и работники добрали что вот давайте мол заботиться о нашей планете и постараемся разделять мусор да и ну там для тех кто этим заинтересуется чтобы они не в обычную мусорку бросили да допустим там пластик металл стекло да а донесли именно до той мусорки где раздельно да будут храниться данные материалы сразу скажу дело конечно вообще капец безнадёжное но да если не попробуем то вообще не узнаем и так наша задача в общем-то заключается изначально в том чтобы просто нарисовать листовку которая вы символизировала во-первых как бы натуральность да что мы за натуральность и второе чтобы она была привлекательная чтобы люди как-то это привлекала как-то им это нравилось да и они но грубо говоря шли себе в ущерб да потому что таскать с собой мусор не очень приятно многим да и вместо того чтобы бросить его быстро придется его нести куда-то в конкретное место вот то есть такая немножко проблема итак и теперь немного перейдем все-таки к дизайну это реклама скажем так того парка где я сейчас работаю и вот так вот выглядит их эмблема да то есть экофан на самом деле эко уже говорит о том что это экологически чистое место и она в общем-то уже да как бы говорит о том что здесь все экологично и все чисто вот но мы скажем так предложим им давайте даже мусор сделаем экологичным пока у них этого нет может быть конечно есть но мы в общем-то идем скажем так параллельно знать и так что нам надо сделать как дизайнеру что я сделала для начала я просто определюсь стоит цветовой палитры которая у нас будет то есть так как в перспективе контрол д да так как мы параллельно еще учим иллюстраторы естественно контрол д размножить и так ну допустим вот у меня будет палитра состоять из шести цветов так как я не хочу особо выделяться да и я хочу нарисовать листовки уже в стиле того которым есть в этом парке на то есть у них такая эмблема а вот это вот их карта карта самого парка то есть обложка и я хочу нарисовать что-то в этом же получается стиле чтобы это смотрелось синхронно что я делаю а я беру ай на клавиатуре то есть пипетку вот и теперь мне надо выделить цвета которые скажем так здесь есть в на клавиатуре выбираю следующий квадратик и примерно мне надо взять ну цвета которые впоследствии я буду использовать вот это вот это слишком одинаковый но нормально да то есть я понимаю что в принципе вот два основных цвета да белый зеленый и болотный ну допустим да то есть данные цвета символизируют натуральность природность и так далее окей вырезаем вставляем вот наша готовая палитра да допустим сейчас я хочу что сделать я хочу перерисовать данную эмблему так как она у меня просто фото не вектор а листовка у меня будет векторная пополам делим то в этом видео я просто нарисую данную эмблему вот не буду ничего выдумывать скажем так разрезаем это у нас получается группа если нажать а инструмент управления точками выделяем нижнюю часть пипетка и выделяем зеленый итак это наша основа теперь нарисуем прямоугольник давайте у него скругленные углы немножечко скругляем вот так вот так давайте посмотрим как у нас он выровняет для удобства работы можно сделать вот так как видим тут одна и та же эмблема это можно даже удалить ну а здесь можно сделать допустим вот так вот чтобы была видна вот control 7 я нажимаю прячу под маску оставляю только то что мне необходимо так делаем белую рамку не такую большую так кажется еще меньше теперь давайте сделаем создать параллельный контур на 1 ну допустим рамку убираем немножко уменьшаем чтобы мы слишком вырезали так у нас выравнивания по точкам нет так что то у нас тут криво получилось так нет не очень красиво так давайте сделаем давайте разберем оформление чтобы контур стал как бы отдельной частью теперь контур создать параллельный контур 1 наверное будет много давайте 0,7 то есть вот эта часть должны быть как бы одинаковые давайте вот так сделаем ну допустим более-менее похоже теперь берем эту часть тут что-то у нас тут немножко так скругленные углы какие-то имеются давайте тоже сделаем сделаем такую вот сосечку получается вот так вот примерно да сделаем немножко растянем так так теперь что мы сделаем ctrl c c ctrl f копируем вот эту часть выделяем и нам оставить надо только вот эту внутреннюю смотрим где у нас тут оставить только внутреннюю часть вот это вот вот оставляем только внутреннюю часть здесь она по моему оставил вместе с контурами давайте берем пипетку и сделаем вот так вот в общем удалим вручную так теперь давайте вот эти две границы поднимем наверх теперь у нас наоборот не хватает нижнюю границу берем берем ластик зажимаем alt и удаляем посмотрим что из этого выйдет ну вот так да примерно здесь у нас тоже есть белая такая граница поэтому давайте тоже поставим она такая очень тоненькая ну примерно разобрать оформление давайте напишем надписи которые у нас тут есть так как это у нас никуда не пойдет ни на стоке никуда поэтому я рисую вообще один в один и скажем так особо ничего не придумываю вот если бы я рисовала на стоке я бы конечно же не срисовывала бы один в один а что-то бы добавляла от себя вот это бы для продажи шло сейчас я рисую скажем так для себя во первых я тренируюсь да то есть в любом случае это всегда полезно здесь мне кажется немножко поплотнее давайте разобрать как я делаю если мне нужен шрифт поплотнее я просто создаю параллельный контур и выбираю ту толщину которая мне необходима чтобы было удобно видно вот спрятать границы когда он будет без точек создаем параллельный контур можно выбрать вот то есть буквы стали поплотнее ну мне кажется уже в принципе даже и похоже все объединяем чтобы это был один шрифт кстати мне писали там кому-то нравится растягивать шрифт кому-то не нравится а я честно говоря а мне кажется в оригинале кстати вот эта штука меньше да то есть тут примерно если посчитать вот эти три части они равны вот теперь больше похоже на правду вот теперь фонд даже не надо растягивать здорово что же мы раньше так не сделали вот ну да ладно на ошибках учатся проблем нет да кстати я абсолютно нормально отношусь к растягиванию фонта вот ну конечно в умеренных количествах и сзади еще такая черная клякса а как мы ее нарисуем я пока не знаю ну давайте что-нибудь такое изобразим я иногда беру кисти что-нибудь что-нибудь сейчас подберем что здесь есть у кого установлены кисти для краски наверное будет как бы проще у меня вот стандартное все что это предлагает только этим я пользуюсь вот потому что все таки я рисую на продажу в большинстве своем и мне не очень хочется ни рисковать ни честно говоря нарушать чьи-то авторские права вот это уже такой вопрос ну вот эти вот цветочки кстати очень здорово вам даже подходят если допустим сделать ctrl c, ctrl f поразворачивать их ctrl c, ctrl f еще раз сделать разную допустим толщину ctrl c, ctrl f и посередине поставить что-нибудь такое вот тоже было бы наверное неплохо давайте отодвинем разберем все сделаем просто черным цветом покрасим стопроцентная прозрачность у нас кстати вот это наверное фон надо сделать все таки другой без заусенцев и тонкими это наверное не очень похоже да, похоже так, теперь что я делаю вот эту вот верхнюю часть я объединяю в одну группу все разблокируем получается задний фон у меня одна группа верхняя эмблема у меня другая группа и теперь мне надо вставить вот эти мои черные кляксы шифт, ctrl и получается правая скобка наверх ну то есть где у нас тут это есть вот наверное да вот скобка я на клавиатуре вот это все делаю переложить вперед, назад, на самый низ, на самый верх так мы перекладываем на самый верх тут еще это вот видно вот у нас выделение и вот они наши получается кляксы сейчас мы вставим как-нибудь растянем о, на игру запуска и вот мы вставим вот 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 В принципе Ну, играть в игру Найди три отличия мы, конечно же, не будем Так, давайте нижний слой Ctrl-C, Ctrl-F Перенесем на самый верх Объединим Все остальное Так, давайте его спрячем Вот это все мы объединяем В группу И верхний слой Ctrl-7, делаем маску Так, ну вот такая у нас получилась эмблема И, в общем-то, на сегодня мы закончим Что мы сделали? Мы просто срисовали Давайте, наверное, как-то сейчас Подправим Конечный результат Заходим в группу, в группу, в группу Мне кажется, надо сделать Немножко побольше Я челкаю два раза И у меня получается Захожу еще раз, еще раз, еще раз Ну да, в общем, сейчас уже, когда все готово Скажем так, постараюсь Ну, еще больше приблизить, да, к оригиналу Все, что не разобрано Разобрать Несмотря на то, что на стоки мы не грузим Привычка, знаете, остается все равно делать По требованиям стоков Вот, теперь точно не надо играть в игру Здесь расстояние немножко побольше между буквами У меня как-то более скучно Шрифт немножко не похож Ну, то есть, видно, да, если присмотреться Если вы дизайнер Вы различите различия Ну, не суть важна Вот, это наш первый объект, собственно Который мы нарисовали Его мы не придумали, а срисовали А вот все остальное мы будем придумывать уже от себя Все, спасибо, что вы были со мной Я надеюсь, видео было вам хоть чуть-чуть полезным Хоть немножко интересным И до встречи в следующем видео Где мы будем уже сами придумывать и оформлять Именно саму листовку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!